Что нужно сегодня для успешного бизнеса? Капитал, четкий план действий, ну и конечно же сама идея. И желательно, чтобы она была инновационной. В мире экономики инновации нынче занимают прочные позиции. Все новое и креативное, и легче продвигается, и легче продается. Именно поэтому государство делает ставку на молодых инноваторов. Здравствуйте, с вами Лаура Кунекова, и сегодня я в деталях расскажу о молодых ученых и о том, какие стартап-проекты они предлагают. Например, вот сейчас вы можете туда сдвинуть, вон вот состояние открыто. Потом еще туда раздвинете, потом состояние уже закрыто. Смартфон с сенсорным экраном, интернет и нехитрое приложение. Вот все нужно для того, чтобы на расстоянии одним касанием пальца открывать и закрывать любые дверцы. Будь то дверца личного шкафчика или личного авто. Автор этой ультрасовременной IT-разработки простой десятиклассник Иван Крипак. Свой умный замок он установил всем друзьям и родственникам. А после победы на конкурсе Нуринтек школьнику предложили работу в лаборатории Касперского. А еще его проектом заинтересовались крупные казахстанские производственные предприятия. Сейчас важный вопрос это защита, информационная безопасность. Все сейчас этим озабочены. Моим проектом заинтересовался Петропавловский машиностроительный завод. И они сейчас хотят выпустить проектную партию вот этих умных замков по моей технологии. Наверное, в количестве 50-100 штук. Себестоимость замка 12 долларов. Это в разы дешевле, чем его зарубежный аналог. Именно поэтому производство разработки планируют поставить на поток. Тем временем молодой изобретатель с воодушевлением рассказывает о еще одной своей технологии, которая не имеет аналогов. Специальной программе, контролирующей вредное воздействие компьютера на человеческое зрение. Человек сидит около компьютера и там же есть какое-то расстояние, ну скажем 30 сантиметров. Если, например, я на очень близком расстоянии у компьютера, я сажу свое зрение. То есть мои глаза ухудшаются. Я разработал такую коробочку, которая будет пищать при приближении к компьютеру. Я очень близко у компьютера и она подает сигнал и просто будет пищать. Я уже буду вынужден отодвинуться. Эти ребята продвигают не менее амбициозный интернет-проект. Двое друзей придумали онлайн-агента по недвижимости, который поможет найти квартиру для аренды или покупки. Специальный сайт с обширной клиентской базой и полностью автоматизированная система, которая просканировав все введенные параметры поиска, сама сведет потенциального продавца и покупателя жилья, арендодателя и квартиросъемщика. Таким образом, человеческий фактор полностью исключен. А значит, из-за услуги риэлтора платить не надо. Сейчас риэлторы берут, к примеру, в аренде, они берут 20 тысяч как минимум, ну или 10 процентов от стоимости месячной аренды. Это большие деньги, которые платят с той стороны и владельцы квартир, и те, кто нуждается в квартире. По сути, работа несложная. На протяжении полугода мы проводили исследование. Было опрошено порядка 300 человек по Астане, среди которых мы нашли тех людей, которые уже через наш прототип, который есть на данный момент, находят себе квартиру арендаторов, арендодателей через наш сайт. И эти люди, мы с ними проводим все время обратную связь. И все люди довольны, мы учитываем все пожелания, работаем над ошибками. О таких эффективных IT-разработках и научных проектах общество узнает благодаря специальным мероприятиям, участниками которого могут стать молодые изобретатели. Конкурс «Нуринтех» сравнительно молодой. Он проводится лишь второй год. Тем не менее, это самое ожидаемое событие в казахстанском научном молодежном сообществе. Это открытая справедливая площадка, на которой инноваторы в возрасте от 14 до 29 лет могут проявить себя в самых различных сферах. Начиная от химии, медицины, 3D-индустрии и заканчивая информационными и авиакосмическими технологиями. Спектр тематических направлений конкурса очень обширен, а проекты должны быть полезными для общества и, что важно, реализуемыми. Победители, как правило, определяют в пяти номинациях. Социально значимые инновации, техностарт, лучший молодой ученый, молодежный инновационный проект и перспектива. В последней номинации участвуют школьники и главный приз для них – это грант на обучение в один из отечественных вузов. В целом общий призовой фонд конкурса – 8 миллионов тенге. Победители получают миллион тенге, обладатели второго места – 500 тысяч тенге и обладатели третьего места – 250 тысяч. Касательно конкурсантов, соперников, да, она очень сильная. И в прошлом году, допустим, было очень сложно выбрать победителей. Я думаю, в этом году тоже будет сильные участники проекта. 19 мая мы начали прием заявок на конкурс. Прием продлится до 30 сентября текущего года. Главная цель проекта – это привлечение молодежи к инновационной деятельности, научной деятельности. То есть они своими работами вкладывают в развитие нашей экономики. Самое главное, чтобы претенденты были гражданами Казахстана в возрасте от 40 до 29 лет. Возраст не случайно выбранный, то есть это в рамках закона нашей страны. Молодой, перспективный, инноватор, ученый. Более обширную информацию можно узнать на сайте ajasutan.kize. Если этот конкурс заинтересовал вас, вы можете обратиться в любом городе, в поселке, в селе есть представительство ajasutan. То есть если этот проект вас заинтересовал, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обратиться представителям ajasutan, и они полностью объясняют вам этот проект. Важный момент. 10 лучших проектов Нуринтек будут направлены на авторитетные международные конкурсы. Их авторам окажут содействия в оформлении заявок для участия, в составлении документации, подготовке презентаций. Помогут молодым изобретателям и в поиске возможностей для коммерциализации их разработок. Поэтому оценивает и отбирает проекты компетентные жюри, в составе которого ученые, высокопоставленные чиновники, представители нацкомпаний и конструкторских бюро. У нас есть конкурсная комиссия, которая отбирает все заявки, рассматривает. Эта конкурсная комиссия состоит из квалифицированных специалистов, министерств, ведомств. То есть мы сами не отбираем, мы это все даем на откуп нашей комиссии. И я думаю, что это очень правильный подход, потому что когда собирается какой-то, так скажем, коллегия, она уже объективно рассматривает каждую заявку. Конечно, предварительно мы слабые заявки не принимаем, то есть они должны сортироваться, соответствуют определенным требованиям, но уже основные, которые, прошедшие заявки по требованиям, они рассматриваются конкурсной комиссией. Этот конкурс просто задал планку, как нужно проводить молодежные конкурсы по инновациям. Я был экспертом, я оценивал те проекты, которые тем или иным способом затрагивали информационную безопасность. Ну так как информационной безопасности в чистом виде было не так много, к сожалению, то еще, получается, и по IT оценивал работы. Уровень подготовки и проработанности работ меня поразил. Ну это, в первую очередь, наверное, заслуга организаторов конкурса, потому что они четко заранее могли поставить цели, задачи, в каком формате нужно подавать работы. Высокий уровень организации отмечают и сами участники. Призер Нуринтек прошлого года доктор PHD Алья Альжанова уступала уже на 16 международных молодежных научных съездах. И абсолютно уверена, мероприятия, которые проходят в Казахстане, ни в чем им не уступают. Молодая ученая работает в области нанотехнологий и совсем скоро представит свою разработку в российском городе Сочи. Самый главный совет – не хотеть победить. Самый главный совет мой – это не в том, чтобы желание победить и все. В моем понимании, если ты что-то делаешь хорошо, делаешь это для себя, априори это придет. То есть, а не нужно думать об успехе. Успех приходит только тогда, когда ты его не ждешь. Это правда. Поэтому я думаю, что для будущих участников Нуринтек я желаю им сделать свою работу на все 100%. А уже… То есть, поймите, удовлетворение получаешь только тогда, когда ты выкололся на 100%. Еще Мао Цзэдун когда-то озвучил очень мудрое изречение. Человек, который почувствовал ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. Инноватор – это тот, кто не боится ничего нового, тот, кто задает вопросы и ищет на них ответы, тот, кто в конечном итоге делает невозможное возможным. Смотрите нас на сайте на телеканале Хабар 24. С вами была Лаура Кунекова. Все самое актуальное, подробно, детали.